Ну чё, ребята, всем снова привет, меня зовут Юрий Кот, мы продолжаем играть в Empyrean Galactic Survival, отличная выживалочка, как по мне, но не удалось мне до конца насладиться всем этим делом, потому что пришлось переустанавливать систему, весь софт, собственно, программы, всё-всё-всё-всё-всё. И очень хорошо, что сохранения хранятся прямо в папке с игрой, это немаловажно, мне удалось их вытащить, и мы снова находимся на нашей базе. Вот такие вот дела. Ну что, ребят, чем мы сегодня займёмся? У нас остаётся 2,5 минуты до окончания ночи, я надеюсь, что это вполне себе неплохое время. Будет день, будет всё очень хорошо видно, я надеюсь, что игрушка вам нравится. Сегодня я хотел бы построить гравитационный лифт, который находится у нас, кстати, вот здесь уже в ячейке, 8 секций гравитационного лифта. Вы советовали при помощи него очень удобно сбираться наверх, и хотелось бы построить что-то в виде башни, может быть, закладку заложить. Не ту закладку, о которой вы подумали, а закладку для приземления нашего корабля. Площадку, да, посадочную, где-то наверху. Также нам нужны ящики для того, чтобы хранить весь хлам, потому что у нас очень мало инвентаря. Видите, уже ячеек не хватает для того, чтобы сюда всё ложить. Я думаю, что это не проблема, мы обязательно сегодня всё исправим. С чего же нам начать? Давайте, наверное, удалять вот эти вот блоки. И, собственно, сюда мы будем ставить наш гравитационный лифт. Вот, прям вот сюда. Может быть, мы обошьём его с другой стороны. Я думаю, что вполне себе очень нужная тема. Так, один готов, второй готов. Давайте проверим, как теперь это всё у нас работает. Я надеюсь, что никто не захочет меня сожрать. Слушайте, очень удобная штука. Действительно, подниматься очень хорошо. Теперь нам нужно взять, убрать вот эти вот все лестнички. Вот таким вот образом ставить сюда бетонные блоки. И для чего я делаю лифт именно с этой стороны? Для того, чтобы с другой стороны у нас поместились ящики. Я буду переносить полностью все вот эти вот продовольственные дела. Давайте сейчас я вам покажу, как это всё работает. Так, немножко, оп, включим джетпак. Переключимся снова на эту штуку. Я их установлю куда-нибудь здесь. Вот так это всё будет стоять. А кто у нас там ходит? А, это мотоцикл. Мне уже показалось, кто-то пришёл к нам. Поставим и здесь, возле стеклянной вот этой вот стены, возле окна. А с этой стороны будет у нас граф лифт. И, собственно, ящики для нашего лута. Чтобы это всё находилось недалеко от нашего изготовителя. И недалеко от нашего стола. Я думаю, что так будет вполне себе удобно. Так, ну что, продолжаем тогда наше строительство. Я знаю, как вы ждали эту игрушку. Я знаю, как вы о ней часто говорите. Спрашивайте, когда она будет. Ребят, дело в том, что я начал заниматься настройкой PS4. Карты видеозахвата. Сегодня будет вместе с этой игрой выйдет Last Guardian, первая серия. Там, конечно, не всё гладко. Никак не могу привыкнуть к джойстику. Не совсем до конца я понимаю механику игры. Но это уже отдельная, как бы, история. Главное, что у меня всё получилось. Качество звука, качество картинки вполне себе даже неплохое. Я надеюсь, что вы оцените. Ну, а если не оцените, то и ладно. Так, ставим сюда. Отлично. Граф лифт у нас работает. Давайте попробуем посмотреть. Значит, C это у нас спускаться. Пробел это у нас подниматься. Слушайте, удобно. Действительно, очень удобно. Так, сюда поставим блоки. Блоки у нас стоят. Пока темновато, но мы можем включить фонарик. Не то, чтобы он очень хорошо освещает. Но тоже сгодится, в принципе. С сытостью всё хорошо, с кислородом. В принципе, всё нормально. Это как бы особо не грозит. Дело в том, что шлем мы сняли. И пока мы не сядем в наш космический корабль, он нам не понадобится. Эта планета нам позволяет ходить без шлема. Так, ну что. Граф лифт, в принципе, построен. Теперь, наверное, поставим ещё одну секцию. На семёрочку, да? Вот так вот. Ставим ещё одну секцию. Я хочу построить вышку. На вышке у нас будут находиться маячки, огни, по которым я смогу ориентироваться. Может быть, поставим какие-нибудь прожектора. Также хотелось бы поставить там посадочную площадку для нашего звездолёта. То есть мы поднялись такие по лифту, пришли, сели в наш космический корабль. И малое судно, да? В этой игрушке называется малое судно. Малый космический корабль. Есть ещё, оказывается, большой. Мы его обязательно тоже построим. В общем, я игрушку не бросаю. Мы продолжаем в неё играть, как вы могли заметить. Так, ну что. Давайте, наверное, спустимся. И попробуем разобрать ещё вот эти вот ступени. Шестой. Убираем. Хорошо. Убираем теперь вот это всё. Убираем вот эту лестницу. Она нам здесь ни к чему. Убираем вот эти вот бетонные блоки. Во всяком случае, один. Ставить стенку ещё одну. Наверное, да, ребят. Наверное, понадобится нам ещё эта стена. Скорее всего, посадочная площадка будет где-то с этой стороны находиться. Ну, с входа, да? С передней части, с фасада нашего так называемого здания. Так называемой базы. Заставлять здесь бетонными блоками или не стоит? Ну, наверное, стоит. Это будет, типа, такая себе опора для дальнейшей конструкции. Потому что башня, мне кажется, очень сильно нужна. Поднимаемся ещё выше. Ставим. Ставим. Так. Ставим. Хорошо. Всё в порядке. Слушайте, вполне себе даже неплохо. Значит, лифт у нас готов. Сколько секций у нас ещё остаётся? Целых три. Давайте, наверное, поставим тоже. Так. Вот сюда куда-нибудь. Отлично. Повыше. Ещё нужно повыше поставить. Вот плохо, что нельзя брать и вот так вот всё расстанавливать, да? Нужно. Нужно строить ещё, наверное, бетонные блоки. Хорошо. Я как бы не против. Я был к этому готов. Как видите, я предусмотрительно запасся. Так. Сейчас встанем на этот блок. Тихо-тихо-тихо. Господи, я перелетел. Я перелетел. Отлично. Вроде бы не убился. Но лифт будет у нас весьма эпичен. Я хочу, чтобы была над вот этой платформой, где стоят у нас турели, ещё одна платформа. И там будет стоять ещё ракетная турель. По-моему, это будет эпично. Так. Поднимаемся выше. Поднимаемся, ребят. Знаете что? Наверное, нужно включить режим дрона, мне кажется. При помощи дрона мы сможем беспроблемно всё это построить. Значит, смотрите. Вот так вот спускаемся. Интересно, вот эту раскачку можно как-то убрать или всё-таки нет? Ставим вот сюда блок один. Ставим, 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 ставим. Отлично. Ещё выше ставим блок. Хорошо. Готово. Ещё выше ставим блок. Я не знаю, хватит ли у нас такой высоты. Или сделать ещё выше. Слушайте, но лифт, наверное, очень даже полезная штука. Так, ставим сюда. И ставим вот сюда. Но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но. Чё-то как-то вот, видите, его, его вот так вот носит, как говно по Енисею. Не знаю, но вот так и вот так. Всё, поставили. Я думаю, что такой высоты будет более чем достаточно. Здесь у нас будет стоять турель с этой стороны. А с той стороны у нас будет площадка для приземления нашего корабля. Я думаю, что так будет очень даже хорошо. Пока всё это будет квадратное. Я потом сделаю какие-нибудь остренькие края. Типа как вот здесь внизу. Давайте я вам продемонстрирую. Видите, когда я делал крышу, я сделаю её вот такой вот покатой. Типа, ну, с гранями. Видите, вот она как бы остренькая такая. Вроде бы как козырёк торчит. То же самое у нас будет и наверху. Такс, поднимаемся. Раз. Два. Вроде бы поставили. Хорошо. Теперь с этой стороны у нас будет... Нужно расширять эту площадку, потому что может не всё получится, как мне нужно. И сколько у нас? 14 блоков остаётся. Их, конечно же, не хватит. Но закладку я всё-таки сделаю. То есть это будет основа нашей посадочной площадки. А дальше посмотрим. Может быть успею я в этой серии, а может быть не успею. Будем уже, конечно же, разбираться. Здесь нам необходим лифт. Значит, спускаемся, переключаемся на семёрик. Вот так вот. И ставим наш лифт. Отлично. Слушайте, так должно же стоять... А, у нас там человек стоит, поэтому типа недоступно. Хорошо. Тогда я спущусь ниже. Вот сюда куда-нибудь. И тогда мы сможем всё это поставить. Снова вызываем наш дрон. И вот таким вот образом доставляем наш лифт. Чтобы было всё очень-очень высоко. Но у нас не хватает этих ячеек. Понимаете, в чём дело? Поэтому придётся, видимо, пойти и построить ещё. Но мне может не хватить запчастей. И это очень, знаете ли, печально. Так, переключаемся сюда. Секция антигравитационного лифта. Ещё делаем. Ещё делаем. Ещё делаем. Сколько нам вообще ячеек там надо? Металлических компонентов, видите, не хватает. Нужно будет пойти. Кстати, титан. Я продолжаю разбирать. Вы сейчас можете заметить, что там у нас нет. Давайте я приближусь просто поближе. И покажу вам, как сейчас выглядит титан. А, мы улетаем. Видите, у него не хватает типа запаса. Я, например, об этом не знал. Но теперь я как бы в курсе. Хорошо. Это очень полезная информация. Теперь я знаю, что дрон от нашего персонажа не может далеко улетать. И, как бы, наверное, это очень хорошо. Очень хорошо, что я об этом знаю, имеется в виду. Так, снова F5. Поднимаемся. Давай, дрон, поднимайся. Слушайте, опять должно, по идее, хватить. Или одну ещё придётся сделать. Вот так. Вот так. И последний. Слушайте, прям чётенько всё хватило. Но, наверное, ещё один кубик нужно будет поставить. Тогда всё будет отлично. А теперь этот лифт нужно обрастить вот такими вот блоками. По которым мы сможем ходить абсолютно с любой стороны. Мы не будем падать. Ну, это, понимаете, техника безопасности. Всё это должно здесь быть. Но нам снова его не хватает. Поэтому идём, обратимся за помощью к нашим блокам. Мне нужны бетонные блоки. У нас есть три бетонных блока. Есть 21 стальной блок. Но бетонные, наверное, легче в эксплуатации. Их легче добыть. Как бы, ну, быстрее, наверное, чем остальные. Поэтому возьмём, сделаем ещё вот сколько-то там их получится. Насколько нам хватит материала. И тогда всё будет отлично. Ну что. Погнали дальше достраивать тогда. Погнали, ребят, дальше достраивать. Башня мне нужна. Башня это наше всё. Так, ставим вот здесь один блок. Вот здесь блок. Будем задавать форму нашей конструкции. Потом, как я уже говорил, сделаю желобочек какой-нибудь. Вернее, козырёчек. Отлично. Хорошо. И вот так. Теперь посмотрим на всю эту конструкцию с высоты. Да, ну, тут я уже не упаду, как бы. Единственное, что можно было бы вот здесь ещё ряд положить. Оп, не хватает. Видите, снова не хватает. Но ничего. У нас здесь всё скрафтилось. Ещё 17 блоков есть. И ставим на восьмёрочку. Ну и при помощи дрона возвращаемся к нашему строительству. Вполне себе неплохо. Слушайте, башня весьма эпичная. Знаете, я чего боюсь? Когда я поставлю ракетную турель, не будет ли она стрелять по базе вражеской? Дело в том, что её видно. Вон она, вон там находится. Сейчас внутри круга. Видите, прям по центру экрана. И она может агриться на неё. Мне бы, честно говоря, не хотелось, чтобы так происходило. Потому что они начнут к нам лезть. Они начнут нас убивать. Что-то захотят с нами сделать. Так. Не туда поставил один кубик. Но ничего страшного. Так. Значит, эта платформа у нас будет здесь сделана для ракетной турели. А вот площадку, как я уже говорил, у нас мы будем делать с другой стороны. Вот с этой. Здесь будет площадка для корабля. Дело в том, что корабль-то я тоже хочу сделать побольше. Чтобы всё было красивенько. Чтобы он был эпичный. Задать ему какую-нибудь форму. Ребят, я прекрасно помню, что вы говорили. Можно сделать. Не сделать. А собрать корабли из... Блядь, нас строил, слушайте. Давайте собрать корабли из рецептов, которые у нас имеются в инвентаре. Но это будет немножечко попозже. Сначала я разберусь с игрушкой сам. А потом будем глядеть, что из этого получится. Так. Ну что. Давайте, наверное, заберёмся наверх. Поубираем все блоки, которые там стоят. Потому что они нам очень сильно мешают. Да и мы их можем поставить как бы туда, где они нам действительно нужны. А не там, где они стоят. Так. Этот блок убрали. Поднимаемся повыше. Убираем вот этот блок. Всё, хорошо. Слушайте, пошло. Пошло, пошло. Но... Нет, не хочет. Не хочет. Слишком высоко, ребят. Чуть не покалечился. Ладно, тот блок пусть пока остаётся. Сейчас я поднимусь как можно выше и уберу те блоки, которые у нас находятся сверху. Лишние имеются в виду. Ну, вот, например, один из... Да? Хорошо. Эт, не получилось. Не получилось. Не получилось, друзья. Ничего. Ещё одна попытка. Аптечки. Я знаю, как делать бинты. Мы можем делать из алоэ. Это вполне себе неплохо. Так. Ну, ему чуть-чуть остаётся. Слушайте, совсем немножко. Хорошо. Вот теперь всё замечательно. Отлично. Спустились. Так. Есть ли у нас блоки, которые были помещены? Да. Есть у нас блоки. Четыре штуки. В принципе... Ну, недостаточно. Нужно ещё делать. Кораблик. Хорошо. Теперь поглядим. Ещё десяточек возьмём. Слушайте, я думаю, что этого, по идее, должно хватить. Я сразу с собой заберу, наверное, ракетную турель, которая находится у нас где-то здесь. Я её, во всяком случае, видел. Бур нам не нужен. Вот она, ракетная турелька. Ставим её на восьмёрочку. И, по-моему, нам нужны ещё патроны. Патроны... Насколько? Скорострельность 15 рпм. 150 миллиметров ракета. А есть ли они у нас где-нибудь? Это точно не ракеты. 5,8. Слушайте, а может быть, я её уже положил в бокс? Нет, ничего нет. Так, ещё раз посмотрим. Наверное, я что-то упускаю. Ребят, никаких патронов нет. Ракет тоже нет. Как они вообще выглядят? Давайте хоть посмотрим. 12, 30. Так. Вот, 150 миллиметров. Металлические части нужны, видите? Может быть, я их уже делаю? Я вот серьёзно не помню. Где-то что-то у нас такое должно быть. Ну, в общем, за металлическими частями мы обязательно пойдём. А может быть, даже и сейчас. Металлические компоненты у нас изготавливаются из чего? Давайте поглядим. Или части, или компоненты. Металлические части нам нужны, видите? Металлические части у нас изготавливаются из... Из, 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 из... Железного слитка. А железный слиток у нас изготавливается из железной роты. Мы обязательно за ним пойдём. Сейчас я хочу поставить турель. Значит, поднимемся на этаж выше. Вы скажете, что зачем ты делаешь, ведь ты тратишь очень много материалов на всё это дело, и всё это бесполезно. Не знаю, ребят. Я просто так хочу, я просто так играю, и я думаю, что никто не будет против. Сейчас достроим платформу для нашей турели. Переключаемся на семёрочку. Отлично. Где-то вот так ставим. Теперь вот так, вот так. И, наверное, вот здесь подгоним немножко. Раз, два, три. Хорошо. Здесь вполне себе неплохое место для турельки. Она у нас вполне себе влезет. Давайте переключимся на восьмёрек. Да, смотрите. Всё помещается. Всё в порядке. Вот прям вот здесь на уголку мы её и поставим. Только нужно, наверное, как-то её развернуть. В какую сторону она будет смотреть? Она, в принципе, вращается как бы вообще по кругу. Это не проблема. Давайте поставим вот так. О, ребят, вот это именно загон. Слушайте, тут, видимо, нужно... Ха-ха. Она пропала. Я только что слил свою турель. Нахер просто. Здесь, видимо, нужно как-то всё это укреплять. Блин. Печально. Печально. Так и корабль тоже, если приземлиться, тоже могут быть проблемы, да, какие-то? Слушайте, давайте я пока этого делать не буду. Я попробую прилунить наш корабль сюда на платформу. И если всё будет точно так же плохо, придётся искать какое-нибудь другое решение. Давайте поднимемся. Так, 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 так. Поднимаемся. Выравниваемся. Тихо, 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 тихо. Выравниваемся. Выравниваемся, друзья. Вот сюда куда-нибудь. Отлично. Садимся. Слушайте, ну, вроде бы всё неплохо. Пока вся эта конструкция стоит. Я, честно говоря, не понял, почему так у нас получилось с турелью. Вот, видите, я просто не знаю механику игры. Вы уж мне подскажите, почему так произошло. Но приятного в этом на самом деле мало. Дело в том, что я турель потерял безвозвратно. Она нигде у меня не отображается. Внизу она, по всей видимости, тоже не валяется, к сожалению. То есть, всё получается. Мы её реально слили. Это очень плохо. Я на такое не был готов. Всё в жизни меня к такому не готовило. Так, поставим сюда. И последний. Всё. Наверное, здесь действительно должно быть какое-то укрепление. Может быть, сверху должно быть какое-то покрытие. Может быть, ещё что-то в этом роде. Не знаю, ребят. В общем, дело за вами. Подскажите мне, пожалуйста. Просто потому, что я человек-то как бы не знающий. И я не знаю, что здесь происходит. Наверное, нужны какие-нибудь стены. Дело в том, что вот на базе, где стоят вот эти турели, стены действительно есть. И всё замечательно работает. Так, ну что. Тогда поставим здесь, наверное, ещё одну лампочку. Которая нам очень сильно нужна. И вот я боюсь, что это... Вот этот вот приросток, он тоже куда-то денется, куда-то отвалится. Но я сейчас это проверю. Видите, вот как хорошо всё-таки знакомиться со всеми этими делами. Бетонные блоки. Ещё несколько штук сделаем. Лампа для растений меня ещё очень сильно интересует. Где она у нас находится? Она у нас есть здесь, светильник. Вот металлические компоненты снова нужны. У нас их, к сожалению, нет. Хорошо. Значит, ложим сюда. Так. Кладём, да? Ложим, кладём. Ставим вот сюда. И лампочка должна находиться прямо вот где-то здесь. Есть ли у нас какие-нибудь запасные лампы? Давайте попробуем узнать. Давайте, ребят, попробуем узнать. Нет, здесь никаких лампочек у нас нет. Блин, турель жалко, серьёзно. Я так готовился. Она просто взяла и подвела меня к моему огромному сожалению. Ну что ж, с этим ничего не поделаешь. Идёмся, наверное, подобываем какой-нибудь руды при помощи вот этой вот штукенции. Слушайте, ну лифт эпичный. Эпичный. Прям вот эпичный. Где у нас может находиться руда? Надо вспоминать, как это всё работает. Так, залежи меди. Залежи меди. Залежи магния. Это всё не то, ребят. Залежи кремния. Залежи кобальта. Или кобальта. Кобальта, да? Кобальт. Кобальт. В общем, вы писали. Похер, ребят. Я серьёзно. Я уже забыл. Мы отвлеклись, видите, от этого всего дела. И, к сожалению. Так. Ещё. Кремний. Кремний. Прометий. Магний. Слушайте, а где мне руду найти? Должна быть просто руда обычная, да? Вот, железо. Смотрите. Нам нужно теперь разворачиваться и лететь. Можно было бы поразбирать, конечно, запчасти с титана нашего. Но это будет всё очень долго. Мне кажется, я быстрее смогу всё-таки найти необходимую мне руду в каком-нибудь убежище. Так, 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 так. Спокойненько разворачиваемся. Спокойно. Смогу я пройти через это дерево? Интересно. Господи, сколько здесь растений. Сколько здесь растительности, ребят. Ещё раз смотрим. Правильно ли я иду? Мне вот туда нужно развернуться. Хорошо, погнали. Почему нет? Ах, погнали. Погнали, давай. Ну не падай ты, господи. Ещё дерево. А за деревом дерево, а за деревом куст. Так, ещё сейчас посмотрим. Разворачиваемся. Направо нам необходимо. Блин, фпс очень сильно просит. Это что у нас здесь такое я добывал? Давайте поглядим. Ага. Хорошо. Слушайте, ну идти далеко. Лететь далеко. Но, наверное, оно того стоит. Можно и мясо, кстати, где-то здесь подлампичить. Ну, вышку я хочу достроить. Сейчас мы поставим ещё фонарь для растений. Вот, залежи железа 230 метров. Насчёт буров, ребят. Я буру обязательно... Буры буду обязательно ставить на наш ховер. Обязательно. Конечно же. Куда ж без этого. Так, выходим. Берём наш бур. Он у нас, по-моему, на пяти... Это бензопила. Нет, нифига. Это не подходит. На четвёрек, наверное, да? Да, вот он, бур наш. Блин, ну падать далеко. Давайте добывать. Железяки. Ну, а почему, собственно говоря, и нет? Если они нам нужны, это обычный игровой процесс. И нам это действительно очень нужно. Вопрос только в том, долго ли мне это нужно делать. Или как-то пропустить, может быть, этот момент. А знаете что? Я не буду ничего пропускать. Такс. Хорошо. Пошло дело. Экспо у нас поднимается. Кстати, нужно будет посмотреть, чего там можно прокачать ещё. Давай, 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 давай. Бурись наверх. Наверх бурись. Нам сейчас понадобятся уступы для того, чтобы по ним как-то нормальненько выходить. Прям вот видно, да, прожилки в земле вот какого-то материала. Ну, типа железа. Наверное, нужно будет туда всегда направлять бур для того, чтобы не было никаких проблем в добывании ресурсов. Поправьте, если я вдруг не прав, ребят. Так. Хорошо, давайте глядеть, сколько у нас теперь есть железной руды. 78. Этого недостаточно, к сожалению. Нужно больше. Нужно больше. Блин, я смогу вообще отсюда выползть или нет? По идее, как бы должно получиться. Хорошо. Хорошо идет. Ну что, в принципе, я думаю, пока достаточно, наверное. Я прекрасно понимаю, что не стоило бы сюда лезть ради такого маленького количества руды, ребят. Но это чисто, знаете, как презентабельность у нас называется, да? Я просто хочу показать то, от чего я вообще задумал здесь сделать. Если вдруг кто-то скажет, типа, чувак, нафига нужно было в такую даль лететь и насобирать такое небольшое количество руды, я ответил на ваш вопрос. Так. Теперь нам нужно подняться наверх вот сюда. Главное не скатываться. Не скатываться, не скатываться нифига. Отлично. Пошло дело. Железная руда добывается. Сейчас мы прокопаем себе выход наверх. Заряда в буре еще хватает. И это очень радует. Давайте выходить. Отлично. Так, ну что. Дырку мы, в принципе, запомнили, откуда мы все это доставали. Сколько у нас всего здесь? 156 штук. Заводимся. Ну и, собственно, возвращаемся, наверное, назад. Куда-нибудь. Вот туда. Да? Нам нужно. Вот сюда. Хорошо. Погнали. Просто по прямой. Ну, гору придется, скорее всего, объехать. По-другому тут не получится. Но я надеюсь, что у нас с вами все выйдет. Так-с. Да, я вижу уже базу. Вижу и свою базу, и не свою базу. Нужно быть немножечко поаккуратнее. Развалившийся титан. Кстати, посадочные опоры было бы неплохо тоже поставить на наше... На наше малое судно. Потому что я поставил стыковочные какие-то узлы. Вы об этом написали. Я как бы потом посмотрел, увидел. Правой кнопкой нужно было просто нажать. И, собственно, тогда все получилось бы. Но, видите, есть некоторые проблемы. Так. Ну что, в принципе, выходим. Все как будто бы хорошо. Сейчас пойдем положим нашу рудень. Запихиваем. Железную руду, металлические части, компоненты. Вот это все забрасываем сюда. Нам это не нужно. Первое это лампа для растений. Делаем сначала ее. Значит, турель, конечно, можно было бы сделать. Что у меня здесь с опорами? Опор я тоже не вижу посадочных. Слушайте, по-моему, парочка штук валялась у нас здесь. Или даже в инвентаре. Вот, смотрите. Блоки посадочных опор К1. Я их заберу. Сейчас попробуем их примастырить. Кстати, там валяются еще нужные ништячки электроника. Вот, смотрите, проводка есть. Окно там валялось тоже. Но пока оно мне не нужно. Проводку закидываем. Блоки посадочных опор. Зелененькое. Это у нас что? Тут должно писаться. Smell whistles. Давайте еще два сделаем. Они нам пригодятся, я думаю. Пока все это готовится, мы пойдем поставим лампу. Пойдем, ребят, поставим лампу. Для того, чтобы последние грядочки у нас тоже как-то нормальненько росли. Так, значит... Ну да, наверное, где-то здесь поставим. Вот так. Все, теперь все освещается. И теперь эти дыни или тыквы, они будут тоже беспроблемно расти. Ребят, напишите, нравится ли вам вообще база в начальном ее состоянии? Хорошо ли у меня получается? Или нужно поднатаскать еще навык в строительстве? Понятно, что есть ребята, которые делают прям вот вах, прям крутые вещи. Я видел эти вещи. Они действительно очень классные. Но я думаю, что я еще до этого не дорос. Мы обязательно это сделаем, но немножечко попозже. Так, идемте, поставим, наверное, посадочные опоры теперь на нашем гравилифте. На нашем малом судне. И проберемся мы туда при помощи гравилифта. Хорошо. Так, заходим вовнутрь. Поднимаемся. Повыше. Вот так вот. Чисто в теории все должно работать. Выходим. Он у нас куда-то пополз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, я слишком высоко. Я слишком... Давайте, наверное, спустимся на землю, потому что сейчас начнутся какие-то дикие проблемы. Так, притормаживай. Значит, вот я на земле. Поднимаемся. Поднимаемся. Вот так вот стоим. А теперь давайте пробовать. Все равно слишком высоко. Надо ниже спускаться. Надо спускаться ниже. Вот так, наверное. Да? Мне кажется, все равно слишком высоко. Ну ладно, давайте попробуем. Блин, вот реально невозможно угадать. Давайте, наверное, еще спустимся. Вот так вот где-то. Невозможно угадать. Теперь должно быть все хорошо. Да, я могу доставать. Давайте убирать теперь вот эти вот запчасти. А, слушайте, так я их не могу убрать, получается. Неужто все дело в том, что у меня там стоит ядро? Серьезно? Хм. Но как-то ж должно получиться. Ну, типа я его опустил. Хорошо. Давайте попробуем коснуть. Да, вот сейчас двигатель у нас показывает, что можно с ним работать. Но, блин, а как же ж быть-то тогда? Поставить. Его надо где-то поставить. Я пока, честно говоря, не догоняю как-то сделать. Давайте, может, на дерево его посадим? Чисто в теории... Чисто в теории должно все получиться. Не знаю, ребят. Но это сложно. Это реально сложно. Нужно было сразу заморачиваться с этими посадочными опорами. Слушайте, давайте попробуем перевернуться. Давайте попробуем перевернуться, а? Вот так вот. Так. И выходим. Но мы его перевернули. Хорошо. Допустим. Не знаю. Главное, чтобы он не развалился сейчас. Я не могу их вообще никак снять. Серьезно. Как это сделать? Слушайте, а они не убираются нифига. То есть, в принципе, наверное, можно их как-то выдвинуть. Может быть, как-то можно поменять. Я не знаю, ребят. Это тяжело. Я вот, например, не понимаю, как это работает. Развалить я их никак не могу. Двигатель точно могу. То есть, он мне пишет, что есть такое-то, такое-то количество чего-то там. Может быть, как-то питалово нужно убрать. Пулемет гатлинга, топливный бак, генератор, кислородный бак. Малый короб, кабина. Кислорода у меня мало. Чем ты мне пишешь, что у меня кислорода мало? Установите стыковочные узлы и посадочные опоры. Стыковочные узлы есть. Хорошо. Хорошо, ребят. Давайте без проблем. Я попробую сейчас сделать следующим образом. Я попробую стыковочные эти узлы поставить немножко иначе. Ну, типа, они у нас будут стопудово. Но как они будут стоять, то вопрос, конечно, на миллион. Значит, будем их ставить вот прям на вот этот вот двигатель. А может быть, слушать. Может быть, на пулемет их поставить. Они вполне себе здесь даже неплохо ставятся. Смотрите как. Да? Это возможно. Это возможно, ребят. Может быть, на двигатель их замутить. Допустим. Так, теперь еще один сюда у нас станет. Я надеюсь, все правильно стоит. Но у меня есть просто некоторые сомнения, ребят. Я их сейчас вообще поставлю разными сторонами. А что ж ты будешь делать? Значит, эта штучка у нас стоит впереди. Ну, вот как быть? Почему он не ставится сейчас сюда? Так, две штуки готово. И, наверное, куда-нибудь вперед. Вот таким вот образом. Ребят, я искренне надеюсь, что я их ставлю действительно правильно. Потому что у меня есть сомнения, как я уже говорил. Так, допустим. Смотрите, у нас есть посадочные опоры. Давайте заходить вовнутрь. Сейчас будем как-то подниматься. Вот так вот. Разворачиваться теперь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокуха. Спокуха, дружище. Спокуха. Давайте посадим наш корабль. Вполне себе, чтобы так было неплохо. Си. Отлично. Выключаем и посмотрим, как это выглядит со стороны. Ну, слушайте, он стоит на посадочных опорах. Это уже очень хорошо. Но я не понял, что делать со стыковочными вот этими узлами. Ребят, вы уж напишите, помогите мне. И мы будем вместе тогда с вами разбираться. Ну, и, естественно, новички тоже узнают, как это все работает. Я надеюсь, что они стоят правильно. Подлезть действительно можно под корабль. Ну, при определенных условиях. Давайте попробуем его теперь поставить на нашу башню. Чтобы не было никаких проблем. Взлетаем. Двигателя, ребят, мы с вами поменяем обязательно. Все это будет работать быстрее. Тихо, 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 тихо. 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 Ты не можешь со мной так поступить. Давайте чуть-чуть вперед. Вот так. Вот так. Садимся. Сели, да? Давайте посмотрим, как это все выглядит. Слушайте, ну, площадка у нас как бы есть. И под весом корабля она абсолютно никак не проваливается. Вот что произошло с турелью, ребят, я абсолютно не понял. Напишите уж по этой информации хоть что-нибудь, чтобы я понимал, что здесь происходит. Так, шлем, кислород можем себе немножко повысить. Но это будет уже позже. Я думаю, что сейчас это, в принципе, не обязательно. Ну что, давайте тогда спустимся. Смотрим нашу конструкцию снизу, как это все выглядит. И подытожим. Гравилифт действительно очень крутая штука. Очень полезно. Делать его такой высоты, ну, наверное, было не обязательно. Ставить площадку. Я думаю, это обязательно в том случае, когда нашу базу будут атаковать снизу. Вы помните, что прилетал десант. И вряд ли они смогут разбить корабль, который будет находиться очень высоко. Плюс эта база будет охраняться, естественно, турелями. Я надеюсь, что у меня получится поставить какую-нибудь турель ракетную немножко пониже. Ну, в любом случае, получилось как получилось. Я надеюсь, что серия вам понравилась. Выглядит это все вот так. Если понравилось, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на паблик ВК, на канал, на второй канал. С вами был Юрий Кот. А пока всем до новых встреч и до новых видео. Будем продолжать в эту игрушку периодически поигрывать. Поигрывать.